У тебя образование-то есть музыкальное? Да. А, ну тогда у меня тоже знакомый гитарист, он мультиинструменталист на всем. Барабанщик, там, может, на баяне. Вообще он баянист изначально, но ему любой инструмент подсилен. Я аккордеонист. Ну, поход дело, да, это баянисты, аккордеонисты, это мультиинструменталисты. Да, не, я уже, ну, в каком-то, ну, это давно, не, я был не из тех, кто, да, понтовался всеми этими отскочками и прочее, но. Если ты творческий, но это уже подразумевает, что у тебя руки на месте, голова на месте, и ты всегда можешь там выйти из положения. Ну, то есть, по факту, сегодня ты музыкант, а завтра ты уже человек, который занимается совершенно другим делом. Потому что, чтобы быть, чтобы быть музыкантом, ну, нужно быть независимым, прежде всего, от мира, который нас окружает. Потому что если и творческая личность, и твой проект нестандартный, то есть же самое про музыку, да, то аудитория у тебя тоже специфична. И не значит, что эта музыка плохая, да, это просто на определенную аудиторию. И то, как ты там можешь себя проявлять, ну, это лишь твое внутреннее состояние. И с кухней вообще то же самое, но, еще раз говорю, кухня пришла ко мне не сразу. Я учился в художественной школе, после этого я был профессиональным футболистом. Я играл в мини-футбол тогда, но и карьера в большой футбол у меня тоже была в один момент открыта. Но так случилось. И на тот момент у нас произошли такие, ну, можно сказать, смена руководства, сбой такой. Знаешь, вот играли на Россию, все было классно, всех все устраивал, даже платили зарплату. И в один момент, бах, и ты уже играешь на район, дворовой командой вокруг тебя. А ты только оттуда, вот, можно сказать, спустился, думаешь, ну, блин. Ради этого я вот так вот старался, вкладывался там 10 сколько-то лет, да. Начали смещаться интересы. Опять я ушел с художки только потому, что мне захватила энергия чего-то большего. Такого, ну, типа, быть участным в чем-то еще и не одному. Если ты художественная школа, это только ты, все от тебя зависит, то большой спорт или командный вид спорта, это все-таки когда ты можешь с кем-то сделать чуть-чуть больше даже, какой-то вклад внести. И когда это все так перевернулось, я подумал, ну, блин, надо искать себя в чем-то новом. И смена параллельно со школы такая в музыку уходила все сильнее и сильнее. В какой-то момент мы прям перечеркнули все то, что было у нас. Сорвались со своего родного города, маленький городок в Ленинградской области, там, 50 тысяч населения. И решили уехать в Питер и начать какой-то вот такой некий свой путь нестандартный. Мы уже были тогда с туннелями, с проколотыми губами. У кого длинные волосы, у кого короткие, неважно. Суть в том, что хотелось больше драйва опять, который был потерян в тот момент, когда казалось бы, вот, все, сейчас тот момент, когда должен наступить драйв в футболе. И буквально через полтора года, по-моему, Зенит стал Кубок Кубков. Ну, то есть не Кубок Кубков, а стал обладателем Кубков. И это так круто было. Ну, типа, я порадовался за ребят, кто все-таки остался и кто ушел в большой футбол. Но у меня была музыка. И это был такой же кураж невероятный. Но когда ты живешь в квартире, где рядом с тобой 16 человек, и они меняются там, ну, 16-20, меняется каждый день, ты их сегодня не знал, завтра они уже твои лучшие друзья, а потом и так каждый день. Какой-то полный, назовем это, приятный трэш. Но до времени, до поры. Что делать? Оставаться и трэшовать, или определиться и что-то сделать, ну, так, что поможет тебе сформироваться как человеку. Потому что, ну, альтернативная музыка – это не про деньги. И только пока есть у тебя энергия, ты этому уделяешь свое драгоценное время. Вот. Параллельно у меня начал проявляться такой некий не то чтобы интерес, а возможность заработать денег. Это поварская история. Ну, то есть я упустил момент, что я отучился все-таки на… как сказать-то правильно. У меня профессия техник-технолог, повар пятого разряда был. Ну, в общем, повар. И нужна ли эта профессия? На тот момент это был способ убежать от армии. Как и в большинстве своем люди просто куда-то бросали документы. И когда я один год отучился, то я понял, что, блин, это прикольно. Остался еще один годик. После 11 класса нужно было два года отучиться, и у тебя профессия. Ну, пригодится. В кармане диплом уже с профессией. И потом я понял, что это возможность заработать денег. И попал в ресторан, который проходил каждый день по пути… Институт называется на… Ну, в Питере он декоративно… Ой, не декоративно-прикладного. Это кулек. Культура и искусство. Там я учился еще… Вообще сейчас какой-то… Я не знаю, как точно с чего начинать, потому что сейчас столько всего я выдаю, что пока не связывается вообще ни в какую-то единую картинку. Я поступил на прикладная информатика в экономике. Не связанная вообще ни с футболом, ни с творчеством. Хотя параллельно поступал и на тренерский факультет. Но вот из-за того, что я не поступил на тренерский факультет, я поступил на поварской, чтобы просто подождать. Но отучившись с гостя, я понял, что нужно завершить. Отучился, и у меня появилась корочка. Уехал в Питер музыка. Музыка не давала денег. Нужна была профессия. Она у меня есть. Пошел учиться… Ой, точнее, пошел работать поваром. И параллельно понял, что мне прикладная информатика нафиг не нужна. И я бросил это дело и начал скитаться, можно так сказать. Что же делать? Группа называлась у меня «Никогда не верь хиппи». Я играл на барабанах. У меня не было образования музыкального. Но из-за того, что в школе мы решили просто собрать группу. Потому что в соседней школе ребята просто заполучили всех девчонок с нашей школы. Мы решили, что нам нужна группа, чтобы у нас было тоже много девчонок с соседней школы. И распределили роли, кто что будет делать. На тот момент мне определили роль. Я пел, должен был петь, и я пел. Кто-то на барабанах, кто никогда не играл. У кого-то была гитарная, так скажем, гитара, и он умел играть. И мы, ну, ты гитарист, ты барабанщик, ты вокалист. Все, давайте играть. Ну и так все как-то сумбурно. Оно начало вырастать в картинку, когда я стал все-таки барабанщиком. И это группа, которая, ну, назовем опять на любителя. Только потому, что мы не подстраивались под общую картинку. А как раз-таки новая волна начала появляться. Это был метал-кор, там, альтернатива была. Просто как-то называли все это. А у нас был такой пост-карт-кор или, ну, не знаю. Мы это назвали мат-кор. А, точнее, манки-кор. Мат-кор был, появился вот только, да. А мы подумали, что мы не мат-кор, и не грайн-кор. Мы не альтернатива, мы не пост-карт-кор. Мы просто обезьяне-игра. Ну, то есть, вообще, вот как она есть, просто эмоция. Конечно, у нас были свои кумиры, кто нас интересовал. Но это круто, неподдельная эмоция, которая была с нами долго. Ну, говорю, все смещается, интерес смещается, ставятся какие-то приоритеты. И жизнь вот кидала от одной творческой истории к другой. И кухня вначале была лишь просто способом заработать денег, чтобы, ну, так скажем, выживать. Ну, назовем это так. Не то, чтобы прям, это, выживать. Мне хватало денег даже купить барабанную установку электронную. Мне хватало на все. Я был один, и свобода. Но ты никогда это не воспринимал как часть творчества. Тем более, кухня всегда была такая история, когда тебе говорят обычно, что ты должен готовить. То есть, ты приходишь в какой-то концепт, да, вот у нас то-то, то-то, итальянское, там, французское, еще что-то. Нужно сделать так. Ой, нет, это неправильно, это невкусно. Или там какие-то свои вкусовые предпочтения каждый, назовем, ресторатор, да, все равно хочет увидеть. Не факт, что это правильно. Ну, смотря какой. И вот ты как в заложниках. Ты просто делаешь, ну, окей, деньги так деньги. И больше ничего. И в момент, когда я завершил карьеру музыки, я параллельно начал развивать проект, такой творческий. Человек-добро назывался. Он больше известен в Петербурге, но о нем сняли фильм. Янковская. Человек-добро называется. Человек, который каждое утро выходит с табличками в метро и дарит какие-то пожелания. Каждый день. Каждый день разные. Я работал поваром и ночью вырезал эти таблички. А это лайтбокс такой светящийся был. И выходил перед работой дарить пожелания. У меня был образ загадочный. В маске такой петербургский стиль. Мы ездили. У меня был друг, который я... Давай, говорю, будешь со мной. Он тоже музыкант был. Будем делать такую... Добрую... Не знаю. Давать добрую энергию людям. Ну, как бы и больше ничего. Ездили на белых великах, в черных костюмах. Такие... Ну, прям Питер. И добрые пожелания. Этот проект очень был, могу так сказать, успешен. Нам давали много всевозможных, ну, не знаю, таких регалий. Можно было бесплатно снимать какое-нибудь помещение и делать там какое-то свое арт-пространство. То есть все связано с таким добрым началом. Делали бесплатные кинопоказы для людей, неважно, кто они. И был даже там проект. Он назывался «Круговорот добра». И мы отправляли вообще в любой уголок земли пожелания. Сделанная такая фотокарточка, как открытка с пожеланием. И просили людей просто отправить нам адрес, кому вы хотите, чтобы мы отправили это сообщение. Ну, и там, я помню, было, не знаю, более там 17 стран точно. И городов просто тьма. Ну, то есть там... Наш проект был очень популярен на тот момент. Вообще писал каждый паблик. Газета «Метро» в Европе о нас даже написала, что какие-то чуваки дарят позитив в Петербурге. Ну, то есть это такая прям была интересная. Как ты же работал? Да, все думали, что ведь в самом начале тебя все равно воспринимают как некого бездельника. Лучше, ну, знаешь, это интернетные... В интернете же любят, в комментариях, не разбираясь, сразу лить в самую грязь. Да, да я его знаю, это наркоман, да я там... Да я с ним вчера там был, ну, знаешь, выдумывать, чтобы приобщиться. Да он не работает, лучше бы шел работать там и так далее. Никто не знает. Но по факту это делалось прям... Ну, мы спали там по три часа, может быть. Специально подготавливались к этому и выходили. Этот проект многие спрашивают, сколько продлиться, ведь это что-то, ну, такое, денег не приносило. Я всегда говорил, что, ну, пока есть энергия, вот, ну, есть посыл, есть желание, отдача какая-то, то этот будет проект. Когда он завершится? Ну, вот, когда я почувствую, что, ну, уже не могу. Это, конечно же, произошло. И это был прикольный тоже период. А после этого осталось только кухня. И я начал задумываться о том, что... Ну, типа, я всегда уходил же оттуда. Я уходил с кухни, уходил в творчество, во фрилансе. Фрилансе был, ну, можно сказать, дизайнер, да, графический дизайнер, только на фрилансе ко мне обращались, я делал там что-то и так далее. Опять приходил на кухню, уходил с кухни, уходил в зал, понимая, что в зале официанты больше получают денег, да, смысл мне тратить свою энергию на кухне, когда там невозможно проявить творчество. Даже в зале ее больше свободы, когда ты можешь там продать и показать какое-то, ну, что-то, да, там, скреативить. То есть это же тоже такая работа креативная, как ты можешь продавать. И я туда-сюда метался, а потом в какой-то момент, когда я работал в зале, я не мог вынести блюдо, потому что оно было отвратительно. Ну, типа, как вы можете подавать это? И мне сказали, ну, типа, они не знали, кто я. Был ли я поваром? Повар, я такие, ну, бля, сам приготовь. Ну, так, знаешь, типа, на понт взяли. Я говорю, ну, так давайте я приготовлю, давайте я вам покажу. Приготовил, и мне тут же предложили стать шеф-поваром в ресторане в этом. Я сказал, не знаю, надо обмозговать, подумать, вообще, нужно ли мне это. И это было недавно, ну, относительно, это был 2017 год, когда я, можно сказать, определился, зачем мне это вообще все нужно. И я сказал, что я стану лучшим шефом. И если меня опять сюда вернуло, значит, нужно проявить здесь творчество. Ну, то есть попробовать, показать себя. И я начал свой путь прям, свои идеи реализовывать в блюдах. То есть если раньше я, там, пользовался, мог кистью или в программе какой-то, да, что-то создавать, то для меня стали продукты тем, что могло бы стать каким-то моим продолжением. Я о них начал узнавать, начал изучать техники, то, что нас окружает. И это с каждым годом все становилось сильнее и сильнее. Я находил все больше и больше смыслов. И вот эта история, которую ты там услышал, это лишь путь еще, который не завершился. Есть путь, который приведет меня к тому, что есть в голове. Есть путь, куда я иду, да. Но пока это кухня, и мои продукты – это мои краски, ноты, как угодно. И вот, когда ты сказал, что киноиндустрия – это тоже, да, то, что, порой не про деньги, а то, чтобы оставить, да, след какой-то информации. Я так вначале воспринимал и про блюда, блин. Ну, в какой-то момент мне это нравилось, ну, то есть создаешь, создаешь, а потом поймался на мысли, блин, я творческий человек. Я создавал там музыку, рисовал, а это блюда. Ну, то есть ты их создаешь, и они не могут с тобой быть вечно, да и уж и с людьми не будут вечно. И все, что ты делаешь, это куда-то в яму. Ну, то есть какая-то, ну, неправильная история. Не оставить ничего. Фотокарточка – это тоже какая-то оболочка, которая не расскажет. Ну, то есть там нету подтекста, там нету той возможности попробовать этот, там, вкус. Мы не говорим там про несколько дней, да, вот так через сто лет. Ну, да, ну, да, картинка. А что это за вкус? И я начал углубляться и понял, что создание вкусов или создание продукта, как то, что можно будет добавить куда-либо, будет являться более целостной историей создать продукт. Да, он может казаться для нас повседневным, мы к нему можем, ну, так относиться кто как, кто задумывается, кто нет. Но эти продукты зачастую во многих, там, культурах, там, тысячи, две тысячи лет по сей день люди могут, там, капнуть капельку соевого соуса, капнуть какого-нибудь, там, бальзамического уксуса. Ну, я так, да, есть более простые, Heinz, да, тот же кетчуп, там, лимонады, неважно что, которым уже более, там, ста лет люди к ним могут прикоснуться и понять, что движело тем человеком, который был вот на уровне создателя, создать продукт и указывать свою историю. И это останется после тебя. И вот с этого все началось еще больше и глубже. Просто я сейчас расскажу историю. Чтобы прийти к этому осознанию, ну, прям нужно, ну, это долго. И еще раз, каждый раз, занимаясь одним и тем же делом, там, как японец нарезает рыбу, да, и, ну, это целое искусство. И если ты одно действие свое оттачиваешь на протяжении длительного периода, только в этот момент можно находить и философский смысл. Почему я это делаю уже 30 лет? Одно и то же. Но я стараюсь найти в этом зящество, найти в этом какой-то особый смысл. И когда я начал вот как раз-таки про вкус, эта история началась совсем с другого. Ну, к этой мысли я приду сейчас. Все началось с того, что мы начали создавать продукты. Я говорю, меня сразу же осенило. Не блюдо, не блюдо. Мы вначале создавали продукт, чтобы это было частью блюда нашего, любого. Ну, вот, все, что есть в ресторане. Создать что-то, что мы добавим. А чтобы создать, иногда уходит от нескольких месяцев до нескольких лет, чтобы появился у тебя там капелька того-то ингредиентов. И когда мы создавали уксус, началось все очень банально. Блин, где найти настоящий уксус? Вообще, что это такое? Что это за уксус и почему мне нужно его искать? Ведь продается. Но все, что продается, это оболочка, о которой мы не знаем ничего. А какой вкус настоящий уксус? Вопрос. Это либо у тебя должен быть опыт, тебе его кто-то готовил, у тебя он был всегда дома. Либо это тот 9-процентный, который есть у всех. И мы думаем, что уксус – это вот жидкость прозрачная, какая-то вообще едкая, что там куда угодно опасная, невероятно. Но а настоящий-то в чем суть? И вот когда я подумал о таких вещах, что нужно узнавать по новой о продуктах, которые нас окружают, потому что это не то все. Я начал изучать и понял, что вообще это продукт виноделия, побочный, да? Ну, то есть в любом случае всегда должен быть алкогольный напиток, получится. Эта история прям невероятно крутая. И началось, говорю еще раз, с какого-то маленькой зацепочки. Давайте, окей, давайте создадим яблочные. Мы заказали, это был как раз где-то вот конец мая 2020 года. И мы заказали молдавские яблоки, потому что я подумал, что, ну, во-первых, нужен свежий урожай, ну уж ни в коем случае не урожай прошлогодний. Ароматные, сочные яблоки. Вначале нужно было сделать алкогольный напиток, и для этого, ну, мы сделали сидр, сидр из яблок. После чего он начал окисляться. Что значит просто окисление? Это контакт с кислородом. Если он есть, значит, твой алкогольный напиток рано или поздно станет уксусом. Получился невероятный вкус. И я понял, что, вау, это совсем другая история. Это можно даже пить. И о пользе уксусов это отдельная история. Но дальше я пошел по пути, который мне рассказал, кто я вообще. Я зашел в магазин, это уже был период буквально практически вот тоже 20 числа июня. Сейчас на прилавках магазинах должна появиться маленькая дыня-колхозница. Сладкая, медовая, прям такая ароматная. Тогда я сказал, блин, если из яблок тогда получился такой офигенный уксус, что будет, если из дыни сделать? И алкогольный напиток из дыни. После чего технология перезаквашивания была и у нас, на Руси. То есть вообще все связано с перезаквашиванием, чтобы получать стабильный продукт. Чайный гриб. Чтобы у кого-то он появился, брали часть сверху этого гриба, да, у кого-то. Заливали чаем, и у них получался чайный гриб. То есть по факту отдавали всегда часть кому-то, чтобы у кого-то это появилось. С уксусом то же самое. Отдавали часть уксуса кому-то в дом соседний, чтобы у него родился уксус. И в дынный мы добавили яблоко, потому что у нас яблочный табыл готов. И где-то 20%. Класс, вкусный, невероятный. Потом зеленый горошек в скором времени наш будет уже сладкий, сочный. Уксус из зеленого горошка какой он? Ну типа, что это за вкус? Ну, наверное, что-то крутое. Зеленый я себе представил. Уксус. Ну, во-первых, не видел зеленого уксуса. Подумал, надо сделать. Он зеленым не стал, но суть в том, что мысль так в начале зародилась. И алкогольный напиток из зеленого горошка получился. И мы добавили дынный, потому что у нас его было больше уксуса. Яблочный оставили для работы, а дыни было побольше. Мы пожертвовали где-то 20% дыни. И в зеленом горошке было, получается, и дыни, и яблоко. Потом стебель сельдерея. В сельдереевый алкогольный напиток добавили готовый зеленый горошек, где было и дыни, и яблоко. Вот когда я осознал, что это четвертый уксус, просто, ну, такой сложно сочиненный, потому что такая связь, я остановил ребят и сказал, ребят, теперь надо записывать. Записывать все древо. Последовательность. Потому что меня будет уже не остановить. У нас больше 50, если так, наперед. И, как я говорю, в самом последнем есть все предыдущие. То есть процесс перезаквашивания из одного состояния в другое всегда давал нам уникальность. И я помню в детстве, невероятная история, вот просто когда я это все осознал и совместил, я понял, что я понял жизнь. В детстве я задавался вопросом, сын ли я своих родителей. Стремный вопрос, который не озвучивал вообще никогда родителям вслух. Не произносил его. И этому было, ну, такое, ну, следствие того, что я был художником, музыкантом, спортсменом, повар и еще что-то. Все время во мне что-то кипело. Но я не находил этого ни в родителях, ни в бабушке, ни в детстве. В тех, кто был рядом со мной в моем окружении. И родители сами еще говорили. В кого ты такой? Да, и тут мысль такие, сами себя навык. Блин, а может быть я не сын, родители, раз... Они даже не понимают, в кого, откуда у меня какие-то влечения ко всем этим направлениям. И вот на сороковом уксусе я приехал в свой родной город. И был с дедом, но не с родным дедушкой. Дедушкой родного уже нету в живых. Я листал семейный фотоальбом. По факту это у каждого есть. И семейный фотоальбом практически каждый листает, когда приезжает к своим бабушке и дедушке. Возможно, к маме и с папой. И это какая-то некая связь, да? И с каждым разом ты можешь находить те детали, на которые ты не обращал внимания. Ну, 100%. В 5 лет обратить на что-то внимание, в 10, в 15, в 20, всегда что-то будешь подмечать. И я просто листаю и смотрю, женщина одна на фотокарточке. Вот я ее, о ней мне никто не рассказывал вообще. Ну, кто это? Спрашивает. Так он говорит, так это твоя прабабушка. Он говорит, блин, да, а что он мне никто не говорил? Не знаю. Она еще и была шеф-поваром. Я такой думаю, да ладно. И вот она история, когда я понял, что я на 80% это основной вкус. А на 20% все мое прошлое. Все. И когда ты создаешь уксус, условно говоря, на 40-й веточке, то в нем есть все вкусы. И какой из них проявится, какой ты сможешь прочувствовать ярче. Или как-то он там, оп, проявится с одной стороны, с другой ароматом, вкусом. И ты думаешь, откуда? Это же, блин, это же, условно говоря, черноплодка. Откуда в ней там дыня, там еще слива? И ты думаешь, откуда? Если ты не будешь знать своего древа, то ты не будешь знать про себя ничего. Ты можешь просто гадать, а сын ли я? Оказывается, это просто связь, о которой мы не знаем. И вот традиция и культура очень важна, чтобы понять вкус наших предков. И самое уникальное, если мы, это какое-то, ну так, некое третье измерение опять, ну назовем это так. Мы можем смотреть на фотокарточку, мы можем знать историю, возможно, если она есть. А вкус, это еще одна некая такая более, наверное, объемная история. Если бы у нас были рецепты наших пра-пра-пра-дедушек, бабушек, то мы знали бы, чем они питались и знали бы их вкус. Но у нас этого нет. У нас этой нету культуры. И эта культура начала разрушаться даже в наше время. Ну, то есть, я понял, что 30 лет назад, 30-35 лет назад, в каждом доме делали заготовки впрок. И это делалось не потому, что всем было кайфово. Почему бы нам не закатать там баночку другую? Потому что мы бы не выжили, ну, не то, чтобы не выжили, но все-таки процесс выживания. А если копать все глубже и глубже, то это был процесс выживания. А в нашем случае, так или иначе, давало разнообразить свои вкусовые рецепторы. Да, заготовили, значит, зимой мы будем с вами не есть не только картошку, а огурчик, помидорчик, там еще что-то. А рецепты, которые были, это была некая связь с нашими предками. И огурчик можно было попробовать прабабушкин и еще что-то. Но так как ценности в этом нету, буквально вот сейчас мы видим, как все опять в яму. И все это, я понял, примерно на третьем колене. Всегда обрубается. И сколько бы ни было историй про твое прошлое или про твою семью, она всегда циклична. Три колена. Три колена. И никто ничего не знает дальше. А история невероятная. Я понял, что копать надо не нашу культуру, ну то есть искать вкусы не в нашей культуре, а в культуре других народов, которые передают по сей день свои знания, свои навыки и говорят о прелести через постоянство, через то, что ты должен делать. Это уважение к твоим предкам, к корням и вкус, который ты сейчас пробуешь, это вкус твоих предков. Энергия, которая неподдельная. Мы потеряли однажды и, можно сказать, и закваску хлебную. В каждом доме она тоже была. Не так давно тоже у каждого дома был чайный гриб. Мы потеряли. Восстановить можно, но сроки были передачи по несколько сот лет. Люди передавали из рук в руки, чтобы ты мог каждый день есть хлеб и пить напиток. Неважно, квас это будет, либо чайный гриб или еще что-то. Это связь была с руками, с традицией, с культурой. И этих связей очень много. Вот мы о них, к сожалению, ничего не знаем и никто не хочет узнавать. Нам проще взять культуру другой и восстановить, точнее не восстановить, а типа спроецировать, что она такая. Вот итальянская кухня, тысяча ресторанов с итальянской, с японской кухней. Да что там итальянского-то? А что японского? Ничего. Потому что вы не знаете ничего о культуре. Вы просто едите оболочку. Оболочку создают. И ты ее видишь на прилавках магазина. А какой истинный вкус, ты знаешь? А как определить, настоящий он или нет? Не знаю. А тогда о чем идет речь? Просто картинка. Дать массовый продукт. Дать приобщиться большинству. Ко вкусу, о котором вы ничего не знаете. Просто маркетинг. Красивая картинка. Получается, мы едим маркетинг. По факту это сплошь и рядом маркетинг. Это-то ни к чему хорошему не приведет. Но опять, если знать культуру и традиции, то даст гораздо больше. И то, что можно получить, или то, что мы пользовались, чем мы пользовались точнее, и что мы ели, сможет обеспечить большее количество людей пищей. Ну, потому что, ну, во-первых, никто из нас не идет, не собирает коренья. Никто из нас не собирает листву. Никто из нас не ест почки и так далее. Да, ну, че? Зачем? Даже грибы уже не так. Ну, я к тому, что, да, это примитивная история. Но, или, а че делать с отходами, да, там, с кожурой, с очистками, еще прочее. Можно ли их как-то применять? А что делать там с костями или еще? Конечно, сейчас промышленность делает многое, да, из субпродуктов, еще что-то. Но это опять история немножко про бизнес, нежели про то, чем мы пользовались раньше. И я просто сейчас еще одну историю в кино, которое изменит представление опять. Эту историю рассказал мне художник, который я сюда пригласил, провел по всем помещениям, показал все. Я ему рассказывал вначале про баночку, такая, ну, там, полулитровая банка. Мы взяли сырое бычье сердце. Неважно, это могло быть любой субпродукт, любая там часть мяса. Мы просто взяли бычье сердце, потому что, ну, с субпродуктами редко кто работает. Тем более, там, и с сердцем или еще что-то. Сделали так фарш, взяли соль, взяли культуру Японии. Это споры коджи, которые, ну, собственно говоря, они используют для приготовления саке, соусов, меринов и так далее. Смешали все это дело и оставили на полочке, где, ну, в комнате, где 28 градусов, в общем, тепло. И через 3 месяца я это попробовал. Вначале открыл, естественно, да, аромат. Не такой, как можно себе представить, это не испорченный продукт. И когда ты пробуешь, ты думаешь, ну, прикольно, ну, типа, усиливает вкус мяса. Ну, то есть, пожарил, смазал, получил такой вкус умами. Такой вкус, пятый вкус, который японец вывел однажды и назвал это умами. Вкус всего жареного, мясистый вкус. Короче, вкус глутамат натрия. Глутамат натрия – это синтезированная история. Но глутаминовая кислота есть во многих продуктах, появляется она зачастую в процессе распада. Про процесс распада я расскажу после истории, чтобы не сбиваться. Очень тоже интересно. И когда ты пробуешь, ты думаешь, ну, прикольно, надо ставить еще. Там была полилитровая такая баночка, ставим там бочки сразу штук, 6-12 поставили. И в следующий раз я попробовал все это через год. Просто пришел, открыл крышку в бочке, понюхал. Если тогда я думал, что это просто усилит вкус мяса, то тогда я сказал, это десерт. Это, черт возьми, десерт. Надо делать десерт из бычьего сердца. Он пах шоколадом, какао, портвейном. Пах просто невероятные оттенки. Очень глубокие, соевые нотки были. Все, мы сделали десерт из бычьего сердца. Он был в меню. Но когда я пригласил художника и рассказал эту историю, он мне спрашивает, Артем, блин, ты слышал историю про медового человека? Я такой, нет. Эту историю я услышал в октябре прошлого года. И всем, кому я рассказываю, никто о ней не знает. Он откуда-то знал, я не понимаю, откуда. Он говорит, 13-12 век. Если вот так подумать, 13-12 век, это не до нашей эры. А вот-вот это было вообще недавно. Вокруг нас, среди нас. Мы жили среди этого. Он свою вначале версию рассказал. Она красивая, я ее сейчас озвучу. Но я потом еще почитал и нашел источники. И он говорит, человека приговорили к смертной казни. Это был мужчина. И смерть его длится 2 месяца. Называется, что он говорит, сладкая смерть. Первый месяц его обхаживают женщины. Дают все блага. Он купается в сладости от женщин. Прям вот, что еще нужно. Второй месяц его кормят и поят медом. И он уже буквально в смысле живет сладкой жизнью, питая всем этим. И больше ничем. И он умирает. Подготовлен каменный саркофаг, заполненный медом. Его туда погружают. Закрывают крышку. И открывают через 100 лет. И становится самым дорогим и заширенным лакомством на базарах. И он такой, блин, да ладно. И я вначале понял, я не стал думать об ужасной картинке, истории, как многие могут рисовать. Я подумал о том, что у нас получилось. И подумал, что это всего лишь год. Я сразу представил. Блин, а что? Да сложно даже представить, что через 100 лет-то было бы. Но я понял, что это опять связь с прошлым. И все, что мы делаем, все, что экспериментируем, все, что есть какая-то вот эта творческая составляющая, интуитивная. Это связь с нашим прошлым. Ведь технологии, которыми мы владели примитивнейшими, закопать, спрятать, засыпать, что-то еще сделать. Но это же не рецепт. Это не рецепт. Но разве это рецепт обхаживать с женщинами целый месяц? Ну, можно так сказать, ну, типа рецептик. Медом там кормить так-то так, в таком-то... Да нет, просто пихать в него мед, назовем это так, да. И залить его медом. Ну, не рецепт, а какая-то технология, которая сделала то, что никто не ожидал. Ведь никто не сидел, думал, так, ему надо 100 лет, и тогда он станет там десертом. Да просто случайно получилось. Кто-то вскрыл этот саркофаг, попробовал, вначале мед, возможно, ел, добрался до сути, потому что нужно было выживать. И понял, что нифига себе, ну, это же десерт. И было все так. Было странно, но среди нас, в китайской медицине, это было лекарство от всех недугов. И лечило буквально, в смысле, все. А это недуговый человек? Да. Не так давно. Сложно себе представить, но это было. И ты понимаешь, что вот это опять связь, или когда ты что-то делаешь, ну, типа, спонтанно, не задумываясь, правильно это или неправильно, ты действуешь так, как действовали твои предки. Если ты можешь себе это позволить, ну, типа, абстрагироваться. Или как то, что появляется, когда ты говоришь про уксус. Откуда во мне вкус бузины или, там, дикой розы? Откуда я вообще взял все эти шаги? Откуда во мне просто желание что-то? Да это весь накопленный опыт всем человечеством. Ну, то есть, я проекция того, что все началось с яблока. И если копать вот так, мы все от двух людей произошли. Так какая цепочка? Что во мне должно быть, чтобы я сейчас настоящий мог, ну, так скажем, проецировать все эти идеи? Все внутри. Абсолютно. Ну, то есть, и насколько ты можешь быть в гармонии с самим собой, насколько ты можешь отдаться вот этому, ну, назовем, это творчество. Творчество ради познания себя, ради познания культуры, в которой ты находишься. И это безграничное, во всем можно найти связь. Вот она связь про пятый вкус в маме или глутаминовую кислоту. Во, это вот хороший ты, на самом деле, правильно, я задаю вопрос на сайте время, что есть русская кухня вот у гостей, да, и все как, ну, начинают, знаешь, такими урывками, бам, бам, капуста, текла, брюкла, там, каша. Что-то какие-то всплески, да, они местами верные, но опять, а с какого периода считать? Ну, типа, советская кухня, да, имперская кухня, дальше то, о чем мы не знаем, потому что проблема в том, что мы были малограмотные. А самое печальное в том, что все было из уст в уста, и ты должен был всегда это так делать. Если ты в какой-то момент это прекратил, диалог, рассказ, то ты ничего уже не знаешь. Так вот, мама, папа, бабушка, почему они не рассказывают, никто не рассказывает ни про себя, ни тем более уж ни про своих предков. Вот она проблема, никто просто не рассказывает о себе. Ну, я простой человек, ну, что мне там, да, ну, а что я могу поведать? Да вот, а быть и расскажите. Чем питались, что делали, руками, там, ногами, головой думали, или еще что-то. И так как не умели писать, мы на каком-то этапе, вот, три колена, да, вот, когда ты можешь задаться такой, и пока у тебя еще там бабушка твоя жива, ты можешь, ну, типа, поинтересоваться. А дальше, ну, вряд ли. Я знаю, что я уже не могу узнать, ну, по факту о своем отце. И уж тем более, я тут недавно узнал, когда мне мать сказала, что его отец-то был отчим. Мне никто не говорил, что это его, не его отец. А нету отца, нету дедушки, бабушки там. То есть я про папину линию вообще практически ничего не знаю. Ну, так, я как-то однажды услышал историю, что его мама была, что он говорит, графиней. Но что у нас с историей, это как у нас? Вот тоже момент. Мы не рассказываем, потому что мы всегда боялись, что нас за это инакомыслящие, у нас искали какие-то, ну, революционные эти все истории, да. Потом, ну, лучше молчать. Лучше не говорить, кто были твои предки. Потому что тебя могли отправить в ссылку, тебя тут же могли там на месте убить. Вот она началась. Ну, так, на каком-то из вот недалеком прошлом, когда мы все прям скинули в яму. И все традиции, всю культуру, и дальше под гнетом страха мы боимся рассказывать. Ну, вот, да. Ну, так я к тому, что все началось с того, что мы, ну, наверное, боимся за то, что о нас могут узнать. Так и мы не знаем. Ну, это к тому, что мы сами это не знаем. И стоит начать, я, ну, как не историк, я просто еще раз наблюдатель, да. И я могу где-то просто высказывать там какое-то свое видение о том, что я где-то услышал или где-то что-то посмотрел. Шведы, там еще кто-то, земли менялись, чук-чук-чук. К тому, что мы с ней перемешались. Все, да, это жестко. А сейчас мы опять мешаем себя так посмотреть вообще? И это неплохо. Ну, я к тому, что неплохо, потому что кто-то от того, что не мешается, наоборот, страдает. Ну, допустим, да, какая-нибудь, ой, Ирландия, я хотел сказать, Исландия. Ну, да. Пипец проблема. Да. И это было тогда тоже раньше, когда много было уродов. Там у них все равно сейчас жестко же проверяет, там целая проверка, ты должен вначале понять, родственник ли ты там в каком-то колене, да. Ну, в общем, такая очень сложная история. И ты, так или иначе, говорю, во всем пытаешься найти какую-то привязочку. И вот этот глутаминовая кислота или процесс распада, в этом случае появляется вот этот усилитель вкуса, да, назовем. В частности, это когда я, я просто тоже опять осознал, смотрел канал Galaxy, ну, там много историй всяких. И там про зарождение жизни вообще в целом, да, Вселенная. Буф, большой взрыв, что было до этого непонятно, но выместились все элементы. И вначале были аминокислоты, да, там, и глутаминовые кислоты в том числе. То есть аминокислоты, это и глутаминовые кислоты в том числе. А потом только появился строительный материал белок. И после этого все живое. Когда ты говоришь о продукте, то, это еще одно наблюдение, просто невероятное, то продукты зачастую мы потребляем или хотим потреблять почему-то, на пике их сочность. Ну вот свежий, сочность, срываешь, кайф, думаешь, да? Ну, типа, как питаться кровью младенцев. Раньше пили кровь младенцев, но, в основном, говорит, а для нас плод сорванный, спелый, это такая же, типа, какая-то вот тяга к ним. Но, если задуматься, то то, что ты потребляешь, структурированное, прям пипец, там внутри должно расщепиться до микро-макроэлементов аминокислот, да, и так далее. И ты тратишь столько энергии на это, хотя мог бы их не тратить. Если бы ты ел продукты, которые прошли стадию распада. И если говорить о культуре, там, Азии, Японии, то у них очень много ферментации, очень много процессов распада, что дает тебе прямой источник всех полезных свойств. И ты можешь не тратить энергию и оставаться с гладкой кожей, без морщин. Ну, так, в основном говоря, как они там себя позиционируют. Я подумал, вот у нас есть состояние наше. Мы можем быть незрелыми люди. Продукты тоже могут быть незрелые. Мы можем быть зрелыми. Продукты тоже зрелыми. Мы можем быть мудрыми. А продукты, не скажи, что не могут, мы им не даем зачастую стать мудрыми. Потому что едим их на пике молодости. Вот, то есть, по факту, наша вот эта молодость, сочность, да, как бы в этом, конечно, есть сила. Вот в этом, да. А дальше-то, чтобы стать мудрым, ты по-любому должен, ну, прожить какой-то отрезок времени, пройти через все эти стадии. И ты никогда не будешь прежним. Ты утратишь все, связанное с вот этой молодостью, да, сочностью. И обретешь что-то новое, невероятно мощное. То, чем ты можешь делиться и рассказывать, если можешь это делать, а лучше это все-таки делать. Потому что тебе откроются новые горизонты, новые понимания жизни, ради чего ты здесь и что ты есть. Ты процесс распада. Ты в какой-то момент структурированный, а потом ты идешь опять к аминокислотам. А потом вновь джик, джик. И все так циклично. И продукты. Это мы в том числе. Просто мы можем себя защитить, а они, ну так, условно говоря, да, а продукты нуждаются в этом. Но мы им не даем. А что дальше? Вот. Самое удивительное, что раньше люди старались сохранить. И вот эти все исследовательские, условно говоря, истории, в мед, там, еще что-то, возможность сохранить то, что у тебя есть. Яблоки. Моченые яблоки. Да, моченые. Какие яблоки это были? Не знаю. Сорт белый налив. Да, такой яблок и яблок. Белый налив. Да, вкусный. Почему? Потому что они буквально, в смысле, через неделю после того, как ты срываешь, уже становятся рыхлыми, невкусными. А моченые яблоки – это возможность оставить их такими. Но. И процесс, который будет происходить дальше, это все тот же процесс. но он позволяет продукту меняться и трансформироваться. Слово говоря, обретать мудрость. Жизнь – удивительная штука, да, и понятное дело, что, чтобы к этому прийти, ну, можно сказать, это жизненные опыты, эксперименты не одного поколения. И вот когда, условно говоря, мы говорим про соевые бобы или еще что-то странное, специфичное, все было таким, все было специфичным. Прижилось или нет, в одной культуре по-разному. В каждой культуре можно найти то, что нам кажется нормально, а для других будет, ну, это вообще что? Даже борщ, который там многие говорят, да, для большинства это будет, ну, это какая-то странный вкус. Да, или у японцев, допустим, тоже есть очень наваристый, ну, назовем бульон, а в нас такая же история, только это холодец. Мы его, он у нас вставал, как студень, да, а они его ели горячим. И никогда он у них не становился в этом таком агрегатном состоянии. И когда они едят, им кажется это странно, но знакомо. Ну, типа, это что-то похожее на это, ну, вот другое состояние. А суть именно в том, что чем примитивнее эта технология, тем более понятная может быть для большинства, только все равно нужно дать себе эту возможность. Ну, то есть вот не питаться напичканным каким-то стритфудом, назовем, да, который, видите, это проблема, невероятная проблема, проблема образования. Нас учат, ну, каким-то дисциплинам, наукам, там еще чему-то читать, писать, но никто не воспринимает вкус как дисциплину, как некую вообще культуру. Ну, то есть это наш код. Ну, то есть и говоря о кухне, ты говоришь о традициях. То есть по факту это должна быть образовательная система говорить о том, что кто-то есть и что ты ешь, чтобы знать вообще о себе, о своем народе. Ну, типа того, да, но сейчас мы понимаем то, что ты ешь, ты ешь. Что-то как-то странное. А я недавно заметил тоже историю. Пришел к родственнице, назову так. И там годовалый ребенок ползает по полу и с жадностью, буквально в смысле к миру нашему познает его через рот. Все берет. Все они, они так хотят познать этот мир, что все через их рецепторы. И мы их останавливаем. Не ешь. Кака. Папам. Та-та. Это нельзя. Это то. Это не надо. Это-то ограничиваем. Тут же просто рубим в изучении мира, потому что нас никто не обучал. Ну, то есть, просто нельзя. А почему нельзя? Ну, типа, ну, я хочу понять. И так иначе потом касается еды. Что мы там, да, ему вот пихнули кашу эту. Или там и впихнули еще что-то. И вот так каждый день. Не развивая, не давая каких-то новых ощущений. Он не изучает мир, потому что мы ему, можно сказать, запрещаем это делать. Из сена, из стога выделяется агент. Сенная палочка. Она так и называется. Вот этот агент можно, это как порошок, подсыпать. То есть, условно говоря, ты подсыпаешь его, и у тебя происходит все то же самое. Но просто стабильно. По логике, это тот же сток сена. Но, так как там сток сена, это могут быть жучки, паучки, там еще что-то. И это будет нестабильно, то это просто дает возможность делать это безопасно. Ведь Япония, это тоже культура. Они раньше делали так. Но когда начали изучать эти все процессы, они поняли, за что отвечают, как этот процесс, как он получается, из-за каких свойств, из-за чего. И вот, говорить, под стогом ли, не в прямом смысле, но под стогом. Температура. Мы, смотри, у нас есть машинка, которая поддерживает температуру плюс 60 градусов. И когда ты туда подселяешь эту сильную палочку, закрываешь крышку, то за этот процесс все происходит все то же самое. То есть, вот эта теплота, которая в прямом смысле появляется там, ты ее воссоздаешь, а агент, который есть в соломе, он присутствует. То есть, по факту, утрировано под стогом сена. Это недолго. Это вообще за, ну, за цикл 8 часов, может быть, потом остужение, остудить нужно, и получится. В этом все... ну, это, по факту, это некая лекция, ну, сет мой, вот это время. Это лекция и погружение. Возможно, кому-то вот она, ну, находит в этом все-таки какую-то суть. Кто-то никогда эту информацию не будет воспринимать, и пришел он поесть, и мы тут накормили какой-то фигней, я хочу поесть, в суммах. Спорный вопрос, да, и так же, как и с музыкой. Музыки много, картин много. Всем ли ты должен нравиться? Сто процентов не всем. Всем ли зайдет до сто процентов я не гонюсь, чтобы все мои там в этом сете 12 подач понравились от начала до конца? Нет. Я вам рассказываю историю. Историю, которая просто это поиск каких-то связей, поиск и осознание продуктов. Вы об этом не задумываетесь, потому что вы с этим не работаете. А я пытаюсь вам рассказать офигеть. Это так может быть глубоко, что привычное наше потребление закинуть, чтобы просто получить энергию, это просто история, когда вам дали все готовое. Вы даже представить себе не можете, как раньше люди выживали. А чтобы выжить, им нужно было ждать или еще что-то. Затратить кучу энергии, кучу всего сделать. И тогда смыслы в этих всех историях в том, что то, что вы сейчас видите, это оболочка. В большинстве своем мир гастрономии шефов это процессы повторения того, что есть. там даже времени задуматься нету. Там просто поток фигачит по тысяче людей. Да какой-то там задумываться продукте, давай быстрее покупай самый дешевый там, нам бизнес надо делать, давай заливай, зачем ты придумываешь, это не работает, блин, вот бери, вот ресторан, там видишь, получает бабки, ниже цену, ниже фудкост, там дешевле продукт. А чтобы дешевле продукт, мы обращаемся к кому? Да те, кто его создают. Он ничего общего не имеет с тем, что есть химия, крахмалы, условно говоря, все, что связано с этим, чтобы подтянуть желирующие вещества, стабилизаторы, ну так назовем условно, просто все, стабилизаторы и вкусовые ароматические добавки к жидкости, просто жидкость какая-то, которая обросла вкусом, а в ней ничего нету абсолютно. Я, когда сюда пришел, наступила пандемия, мы зашли в этот особняк, и стройка встала, что делать-то? Ну типа, если так можно представить, то картинка нужно было быстро придумывать блюдо, вот сейчас вот-вот откроемся и все пошло по-другому. У нас появилось в начале время, это не поэтому он назвался, по другой причине, но вот просто появился вагон времени, когда ты можешь остановиться, сесть, вообще не думать о том, что тебе нужно создавать блюдо сейчас, а просто изучать. Кайф, пошел в лес, пошел на поле, что-то там собирал, пошел, познакомился с кем-то, с травницей какой-нибудь, привези, попробовать. Потом ты понимаешь некую такую связь, начинаешь, началась же с этого. Так, мы не знаем, когда откроемся, ну, а сезоны проходят. Нужно просто делать заготовки в баночках, в бочках и так далее. И первое, что напомнило, это вот этот, не так давно это все было, и некая связь все-таки в этом присутствует. Бездумно все делали, просто экспериментируем, а что если это, а что если это, ведь это же, у нас не было ни огурцов, ни помидоров, ни картофеля не было. Если так, да, это все откуда-то пришло. А раньше это были вообще вот листья, корни, почки, стебли, там какая-нибудь живность. Надо изучить, надо посмотреть. Одно дело, как говорю, заготовить куча всякой странности, а потом это нужно еще использовать. Это второй этап. Блин, как это теперь применять? И, ну, так, там много этапов становления, термин, перед открытием, у нас внизу, там, на минус первом этаже, там есть комнаты с разными режимами тепловыми, один из них плюс 60 градусов, и там лежал лук шалот, которому на тот момент было, вот он, три месяца там был, он темный, любой продукт там становится темным. пробуешь, он на вкус чернослив какой-то, прикольно думаешь. Так, лук, ну, лук не особо любят у нас, ну, прийти в ресторан и заказать лук вместо мяса или рыбы, или салата, блин, вряд ли кто-то вообще сидя за столом может так сказать, мне, пожалуйста, две порции лука. Я тоже так думал, ну, типа, но у нас меню собиралось из странных позиций, 20 всего наименований с десертами, и там еще и лук какой-то. К этому луку был добавлен еще один лук, который готовился с сеном и белым вином, здесь с сеном прям готовился, и белым вином, он стал как такое, как моченые яблоки, два продукта, яблоко, чернослив, в принципе, классно, ну, сочетание, пусть это и лук, но понимание опять приходило к тому, что, ну, вряд ли кто-то выберет его как что-то, что нужно пробовать, и тогда там в описании начали появляться то, что они знают, там, крем из пармезана, то есть, слово, о, знакомое слово пармезан, типа, знает, что такое, мороженое из пармезана, и только благодаря, я, ну, на процентов 95 уверен, только благодаря черной икре в составе, это блюдо пользовалось такой популярностью, бешеное, просто заказывали его в каждый стол, каждый гость абсолютно заказывал этот лук. когда мы, условно говоря, понимали, что у нас есть заготовки, да, эти, многие заготовки прошли какой-то отрезок времени, немаленький, ты не позвонишь поставщику, типа, Саш, привези-ка мне там трехмесячного лука, чего, блин, какой лук, прошлогодний тебе, уже пророс, но это не тот лук, да, это тот, который в вакуумном пакете при температуре плюс 60 градусов постоянно лежит. И мы понимаем, что, ну, три месяца ждать довольно-таки долго. И чтобы у тебя появился опять такой же лук, тебе нужно заранее подумать, а не так, закончился, блин, ну, все, три месяца надо ждать теперь. Мы решили, ну, плюс-минус, заготовки где-то в 200 килограммах, опять гипотетически хватит на на три месяца. Ну, типа, 200 килограмм, ну, это много, там, по 7 грамм идет, типа, так спрогнозировать, да и лук-то никто не будет заказывать. Двести хватит. И открылись, мы поставили тут же новую партию, чтобы она так, ну, доходила, потому что время идет. И в итоге лук закончился через полтора месяца. То есть, съели весь лук. Что делать? Ну, вот, мы не предполагали, но случилось обратное. Как в этой ситуации быть? Тут начали, я это часто говорю, с разных сторон мои же ребята говорит, да, блин, никто не знает три месяца ему или полтора. Ну, по логике я так и тоже думаю. Ну, никто не сможет отличить, потому что у них нет опыта. Никто не может представить, как выглядит, если он его не ел, как выглядит лук трехмесячный, а как тем более, что полтора. И на тот момент я для себя понял самую главную историю, что это невероятная возможность пробовать людям время. Я тогда сказал пробовать время на вкус. Буквально в смысле сегодня вы пришли полтора месяца, но придете к нам через месяц, ему будет два с половиной, придете еще попозже, будет еще дольше. Когда и у кого еще представится такая возможность вообще пробовать на разных отрезках времени продукты, которые вы знаете, знаете с детства, у кого-то может быть плохие ассоциации вообще с этим продуктом, но тем не менее невероятная возможность. Я себе этого не мог позволить. И когда я начал это узнавать, я понял это целый мир. И этот мир вам сейчас тоже открыт. Когда три месяца прошли, а так была построена вот эта идея, три месяца, мы полностью меняли все блюда, выводили их из меню, только потому, что вот эта цикличность помогала нам создавать новые блюда с новыми созревающими продуктами. Ну, типа, что-то появилось, оп, давайте из этого блюда создадим. И в итоге, когда мы закончили подачу первого лука, все, ушел, в меню не было ничего связано с луком. И на какой-то этапе, вот через где-то полгода я осознал, что у меня, блин, в камере плюс 60 луку полгода. Пипец, думаю, это, ладно, три, говорю, подождать. Да, полгода, это что вообще? Я сразу, это как вино, это как там еще что-то, это как то, что люди ждут, как сыры, это надо ждать, чтобы почувствовать. И я понял, что все с нашим, то есть, вот она, философия, концепция начала вырисовываться в ресторане, все, что у нас есть, все связано со временем. А потом к этому начали появляться и традиции, и культура, и поиск всего через эту временную шкалу, как некий этап, когда ты можешь перемещаться во времени. Бам! Пробуешь сейчас, отмонтал там куда-то в 2000 лет назад, пробуешь, блин, десерт из мяса. Я знаю, что каждый из моментов в моей жизни это вот эти отрезки. Это как, ну, кто-то тоже сказал, ты проживаешь сразу несколько жизней. не каждый может себе позволить полностью менять кардинально все. Ну, то есть, зачастую определился и фигачишь. Нравится тебе, не нравится, ну, все, да куда уже, куда рыпаться-то? мне уже там 30 лет, там кто-то скажет, так что я там уже, ну, все, так и буду ходить на любимую работу, что-то еще делать. А у меня это было всегда очень тесно связано и в том числе про, я, я для себя однажды понял, я сейчас в этом убежден невероятно, ты говоришь про вселенную, про время, что нету у вселенной времени, а я точно знаю, что мысль, которую ты туда запускаешь, ну, много об этом говорят, но я просто на своем примере могу сказать, что это то, кем ты и являешься, ну, то есть, кем ты себя видишь и кем ты хотел бы стать и что для этого нужно? Время. Сколько? Сложно определить, то есть, да, весь процесс, вот, я хочу стать, ну, чтобы стать, нужно все-таки подождать, да, какой-то отрезок времени, это отрезок времени у каждого, ну, так, скажем, свой, кто-то быстро, кто-то медленно, но всегда будет так, как ты захочешь. Первое, что мне дало невероятная усидчивость, это художественная школа, когда ты часами и днями напролет, месяца можешь сидеть над одним мутюрмортом и допиливать его, и этого нету предела, но предела совершенства, нету, картину можно дорисовывать целый, целую жизнь и менять всегда, потому что ты будешь меняться, сегодня тебе нравится, а потом ты думаешь, да, можно остановиться, ну, типа, все, она готова, да, на тот момент готова, но бывает много примеров, когда перерисовываются одни и те же холсты кардинально, усидчивость, потом футбол, это пипец какая, ну, работа над целями, задачами, которые еще и от тебя не на все 100% зависят, а зависят еще от всего организма, то есть терпение, навык, постоянное повторение, да, чего-то, и я был капитаном команды, да, и тогда я, я это к тому, что, промысль, я начал замечать следующую у себя такую привязку очень невероятную, я, чтобы побеждать, а мы там дважды чемпионами России были, и, в общем, наша команда и Кингисеп, в общем, маленький городок, вообще, оставился своими футбольными кадрами, но, в большом футболе все знают этих футболистов, в мини-футболе немногие вообще знают о мини-футболистах, но большой футбол это Киржаков, это Ионов, и и так далее. неважно, ну, в общем, это известные футболисты, и тогда я, чтобы побеждать, я помню, я в ночи выходил в тихий, спокойный город, я мог, выходить на пробежку, и всегда просил энергию у города, чтобы победить, всегда, перед финалом, там, или еще что-то, перед важным матчем, я энергию вот эту, ну, типа, как помощь вселенной, я это всегда запускал, бежал, да, просил, ну, город, дай, дай, дай нам, сейчас сложно сформулировать, что было 30 там назад, но именно так, да, посыл такой, ну, и чтобы было понимание, я, я хочу, чтобы, да, и прошу вас сил нам победить, это обращение к чему-то, кажется, не к материальному, да, но вот такому, и это всегда помогало, всегда помогало, а потом, будучи, зарождаясь какая угодная идея, она всегда реализовывалась, просто момент времени, и что это за идея, это идея, которая, ну, слома говоря, не требует вложения, а требует только твоих каких-то, от тебя только зависящихся, если это только от тебя, то она всегда быстро реализовывалась, если это все-таки что-то командное, и поиск каких-то, то это чуть-чуть сложнее, и то, где сейчас я здесь, чтобы так, ну, опять, немножко, многое отсечь, но это сигнал некий опять во вселенной, то есть вначале, чтобы я попал в лучший ресторан на тот момент работать, именно, просто работать, я проходил мимо каждый день, шел на учебу, и смотрел в окна какого-то магического тогда для меня ресторана, просто с энергией какой-то, я точно знаю, что я могу так чувствовать, и я смотрел всегда в окна и думаю, блин, я хочу туда попасть, я хочу там работать, я проходил, искал вывеску глазами, ну, может быть, появится, знаете, как вешаю, ищем работников, не было, не было, но я каждый день это делал, ну, как такая мантра, ходить и смотреть в окна, заглядывать, а есть ли там это объявление, и когда я понял, что учеба мне это ничего не даст, и мне нужны деньги, чтобы здесь жить, выживать, я понял, надо звонить, надо звонить своему другу со своего города, который уже в Питере работает поваром, и спросить у него, есть работа или нет, я говорю, Саню, блин, нужна работа повара, есть у вас там вакансия, он говорит, ну, я узнаю, и тебе там перезвоню, на следующий день, он не там работал, на следующий день мне звонит, и говорит, Артем, у меня нету, но есть на Белинского, это то место и тот ресторан, который я проходил, я говорю, чего? А что? Блин, я говорю, я каждый день прохожу и хочу там оказаться, и я там оказался, и я помню тот момент, когда я шел, думаю, офигеть, я поднимаюсь уже внутри этого ресторана, я иду, меня встречают люди с такой энергией, они как какую-то семью принимают, я думаю, нифига себе, это так круто, я тогда был уже музыкант, у меня была борода, длинные волосы, тут что-то, пирсинги, там еще что-то, я зашел, и меня тут же прозвали диаконом, напротив была церковь, и впоследствии я ходил всегда яйца освещать и куличи в церковь, потому что, ну, диакон, иди, то есть я такой был неким мостом, но суть в том, что я пришел и понял, что блин, вот это то, куда я хотел, это было сто процентов то, чем и являлось, он, то есть, это не просто какое-то ожидание, что я там типа просто хочу, и я пришел, такой, я разочаровался, нифига, я офигел вообще от того, куда я попал, и то, что я запрограммировал, условно говоря, это было сто процентов, потом еще куча моментов связаны с этим, то есть я всегда программировал на какое-то новое что-то, я не занимался никогда мобильными приложениями вообще, ну, так как я был графическим дизайнером и прочим, я подумал, блин, офигеть, я уже работал поваром, но меня это так притягивало, что я думаю, блин, надо создать какой-то продукт, ну, типа, создать мобильное приложение, и куча идей, так как они вообще всегда у меня в голове, я, я понял, что идеи мой враг в том числе, потому что фокус очень важен, что ты выбираешь, что потом новая идея тебя не поглотила, и ты такой, а, ну, это уже не важно, да, вот это сложно, у меня вообще с этим была проблема всегда, я всегда что-то новое создавал, придумал, отказывался, новое, и тогда я уже параллельно делал у человека добро, но приложения появились, и я такой думаю, так, мне нужен программист, который мне поможет, сделал такое некое объявление в своем вот этом канале, откликнулся один, и мы начали создавать, и мир, куда я попал, это мир людей из силиконовой долины, то есть мне, я познакомился с кучей крутых инвесторов, с кучей крутых чуваков, которые просто из-за какой-то фичи, которую они придумывают, там, для какого, даже не создают приложение, они просто придумают фишечку для кого-то, и получают, условно говоря, миллиарды, я думаю, офигенно, как это все устроено, круто, и то есть это опять было, я говорю, я не представляю, я, условно говоря, благодаря таким вот штукам, я был и в у Павла Дурова, и, ну, то есть все вот так вот, джук-джук-джук-джук, и какая бы идея ни была, а потом, ну, так, то, где я сейчас, это тоже послание, и как это опять работает, ты понимаешь, что все, я на той стадии, когда меня опять вернуло на кухню, и мне нужно что-то здесь сделать, нужно стать лучшим, чтобы стать лучшим, ты должен учиться у лучших, а единственная возможность учиться, это смотреть мир вокруг нас, и наблюдать, кто что делает, как это делается, ты можешь сложно представить, если ты не творческий человек, если творческий, то чуть-чуть полегче, потому что у тебя нету просто границ, ну, это так, это можно взять из этого, слепить, в общем, из палок, да, все, что есть в голове, и я начал учиться, и для себя подумал, что, а то, что я делал, никому не нужно было, вот прямо от слова совсем, я работал шефом в этом ресторане, в котором меня взяли, я создавал новые блюда, это не нужно было никому, вот они в очередной раз говорят, ты, вон, итальянский ресторан, битком, а я работал во французском ресторане, и они говорят, давай пасту делать, давай делать, вот как там, ну, в надежде, что этот народ, который ходит в итальянский ресторан, где их все устраивает, каким-то образом должен оттуда подняться и попасть во французский ресторан, чтобы есть итальянскую кухню, гениально, ну, вот так в основном все и работает, я говорю, ну, ладно, я начал работать над собой, а целью поставил себе стать лучшим, и, ну, конечно, у меня были, кто эти люди, и что мне нужно для этого делать, и меня в буквальном смысле, как я только запустил эту всю историю, ко мне начали обращаться, и сами выходить, во-первых, на меня вышли сразу ребята с того ресторана, это была пробка Эльгра полнобелинского, они создали уже свою ресторанную группу, и были на коне, просто такие, типа, денег много, ну, просто дают на все, меня называют, Артем, ты, блин, где, где этому научился, тебе не видно, не слышно было, говорю, ты куда-то ездил учиться, говорю, да нет, сам, блин, давай, это, сделаешь нам презентацию, ну, я говорю, давай, не проблема, и они вышли у меня после того, как я сказал себе, я стану лучшим, ну, максимум через месяц, и все так и пошло, и дошло до того, что я понял, что очень много все равно каких-то барьеров, ну, они есть всегда, да, но если твой цель к чему-то есть, то барьеры это такой, это отрезки, на которых ты сейчас есть, а потом их просто не будет этих ребят, это не они тебя, а ты их выбираешь, с кем ты пойдешь, то есть, наоборот, думаю, не меня нашли, а я дал возможность себя найти им, и все к этому делал, и Аркадий это то же самое, я был в Петербурге, работал в ресторане, а тогда я уже поставил цель, я хочу проект, он выглядит так-то, я нарисовал его, я его должен был запустить на крамфандинговой площадке, то есть, собрать деньги с людей, вот есть такая концепция, есть вот то-то, то-то, я создал посуду с керамической, петербургской параллельно, и все, вот, готов был уже нажать на кнопку на старт, и типа там пойдет какая-то сбор денежки, но что-то не не нажал, и через какое-то время мне, условно говоря, звонок с утра, я на, в ресторане, в котором бессмысленно работать, это просто отрезок, где ты там существуешь, тебе дают какие-то деньги, и, а ты идешь к своей цели, и звонок, и там Аркадий, Артем, доброе утро, Аркадий Новиков, смотрю, все так красиво, ну, у меня инстаграм, там я выкладывал, и, ну, красиво не значит вкусно, все дела, вот, у меня есть для тебя типа предложение, вот, три ресторана, в какой пойдешь, я ему говорю, ни в какой, вот, интересно, типа, почему, я сказал, ну, это не мое, ну, то есть, я творческий человек, и я могу делать ту работу, которая меня попросит, ну, максимум год, потом мне это абсолютно будет неинтересно, и от меня толку будет ноль, я всегда пойду туда, куда я хочу, а что ты хочешь, ну, говорю, вот, у меня есть такая-то идея, можешь приехать, там, презентовать, я говорю, да, нет проблем, я приехал, презентовал в ресторане, в его, в одном, и мы тут же ударили по рукам, сказав, что, давай создавать лучший ресторан, а дальше у меня другая точка, которую в скором времени люди увидят, да, и ресторан это лишь отрезок, самый важный момент, и как только тебе начинают вселять вот эту неуверенность, ты теряешь ее, я, я знаю, когда я обрел это спокойствие, я обрел его очень рано, и только благодаря вот маме, я учился в художке, и параллельно я просто случайным образом, ну, ребята, точнее, я был где-то на школьном дворе, а ребята с знакомой идут куда-то, я говорю, вы куда, мы на секцию футбольную, я такой, ну, я футбол любил играть в детстве, во дворе, вообще там все любили играть допоздна, и тут они такие, на секцию футбольную, я такой, чего? Ну да, я говорю, а куда? Ну там, типа, а я не выходил из-за территории, можно сказать, там, своего двора, еще куда-то, ну, там-то, там-то, я говорю, а можно с вами? Типа, конечно, погнали, вот я в чем был, пошел, пришел, офигел, думаю, офигеть, класс, я не знал вообще, что в мире такое есть, и начал ходить, и ходил долго, и не говорил родителям, вообще, у меня все, кеды порвались, в хлам, я понял, что так дальше, ну, просто не пойдет, и, а я учился в художке, и в художку начал забивать, ну, просто не ходить на нее, потому что у меня начали смещаться интересы, на что-то более крутое, ну, мне казалось, ну, когда порвались кеды, я понял, что он дальше так не пойдет, нужно признаться, и я боялся, ну, то есть, вот она, да, знаешь, такой момент, когда, ты должен, типа, решиться, а бывает, как же, ну, типа, ты чего там, мы там платим деньги, мы там еще что-то, да, или, если даже не деньги, там, ты будешь, там, музыкантом, или кем-то, мне плевать, что ты там не любишь, сиди и играй, да, там, ну, по-всякому, разные семьи, и тут я иду с тем, что, а я в художке был одним из лучших учеников, и, ну, признаться в том, что я все, сложно было, но когда я сказал, мать мне просто сказала, ну, она молча, она даже ничего мне не сказала, она купила мне кеды, и я после этого понял, что любое мое решение, это, ну, ну, блин, это, ну, некая свобода, хочешь, будь, ну, то есть, вот, мать мне показала, хочешь, пожалуйста, ну, все сделаем для того, чтобы, ну, по факту, у тебя была такая, там, нужная, ну, все, что могли родители на тот момент, конечно, если это не, нету в этом ничего плохого, ну, то есть, знаешь, там, ходить с друзьями, там, пить, пиво, ну, я ушел, курить сигареты, какой-то бандитизмом каким-то заниматься, там, еще что-то, ну, в общем, раздолбай, да, если это, ну, что-то, что тебе нравится, ну, именно, и приносит при этом, ну, какую-то пользу, блин, этим надо заниматься, и вот, и вся, вся история в том, что, что бы я ни делал, какой бы проект ни был, или какая идея бы ни зародилась, она никому не приносит вреда, ну, это посыл, направленный исключительно на получение эмоций, а эта эмоция всегда это отражение, ну, твоя, ну, все, что бы ты делал, это будет пронизано этим, любовью к делу, и это не короткие отрезки времени, ну, как минимум, пять лет, уж точно, в каждой из дисциплин было положено, она не, она просто не запрещала меня, если бы она, возможно, видела в этом какую-то, ну, пагубную историю, которая бы меня бы как-то, ну, испортила, да, то, скорее всего, наверное, запрещали бы. У меня дома, чтобы ты понимал, я недавно скинул своему бывшему музыканту, как группа кино, там, у Гурьянова на квартире собирается и репетирует, у меня то же самое было. У меня родители, двухкомнатная квартира, родители в соседней комнате, смотрят телевизор, а в соседней, там, песня, крыса, что-то, знаешь, условно говоря, что-то, какой-то ор, что-то там происходит, они просто телевизор смотрят, и никто же не заходил в комнату, пусть занимается, дома главное, все хорошо, знаешь, ни подворотни, ни где-то, дома, чем-то занимается, каким-то творчеством, что-то и это настолько тоже удивляла никто не но не говорил но камни вышли отсюда нафиг со своей музыкой а там ну можно было сказать смело так это блин не музыка это просто дичь какая-то что вы делаете ну вот ну и даже на это не говорили понимаешь вот она свобода изучать мир пробовать и не заниматься этим ну типа как будто бы тебя должны но блин но втиху и ты не должен это делать втихую но есть ты если хочешь делать ты делай не надо стесняться этого не вот все что я делал это практически про то что я занимаюсь тем чего не стесняюсь потому что это вот есть внутри меня какая бы идея не было чтобы это не было это это будет реализовано вопрос времени теперь я точно знаю но блин то что есть в планах это что уже делаем это невероятная история это к чему я приду дай бог это будет это будет взрыв ну в том вплоть для меня прежде всего что если я это реализую это будет круто то есть твои не знаем сколько лет этим мечтам фантазиям идеям которые ты там записывал куда-то чё-то там и они вырисовывать так или иначе просто чтобы прийти туда тебе нужно с этим познакомить с этим с этим здесь как-то зарекомендовать чтобы выйти ну по факту скажу просто нужно выходить как мне многие гордык тебе абрамович нужен для этого ну чтобы реализовать проект но меня будет мало я я на это не пойду я это не смогу тебе дать хочешь вот рестораны будем открывать я не мне это неинтересно я хочу пойти дальше ну и вот история тебе нужно выбромович